Мне кажется, что Юми даже более грустная, чем обычно. Это достаточно опасная процедура. Уф, ребята, ну что ж, будем приступать к нашей серьезной и опасной операции. Юмичка, ну пожалуйста, не поднимай голову, ну это же опасно. Я очень надеюсь, ребята, что эта процедура нам поможет. Юми есть еще и грыжи на животике с щенячьего возраста. Хай, ты на канале Magic Family, я Аня и со мной мои собачки. И сегодня, ребята, мы поговорим про проблемы у моего щеночка, девочки Чихуа Юми. Ей полгода, и у нее проблемы с ушами. И сегодня мы будем с этим разбираться. Я вам расскажу эту историю, а также дам какие-то советы, расскажу, что делаю я. Покажу, как я их клею. Очень многие спрашивали об этом. И еще сегодня, ребята, наверное, нам придется их очень сильно обстричь. Да, вот такие дела. Так что подписывайся на наш канал, если ты впервые. И мы начинаем наши процедуры. Да, Юми? Не лежись. Это зависит не только от здоровья, от состояния здоровья щенка, но и от размера ушей, от количества шерсти на ушах. Вообще, в принципе, от самой собаки. У кого-то уши могут падать, у кого-то нет. У кого-то они быстро стоят и стоят потом, у кого-то падают. А у Юми ушки по сравнению с ней самой очень большие, объемные. И на них много шерсти. Они достаточно тяжелые. А сейчас еще меняются зубки. И из-за этого ей не хватает кальция в организме, чтобы уши могли встать и были сильными. Софи залезла в полку. Софи же. Все на самом деле зависит от собаки. Ну уж так вышло на нашу судьбу, на Юми, но, к сожалению, что уши у нее никак не хотят вставать. Поэтому она из зависти грызет уши Эйвена. Ушки у Юми падали с самого раннего детства. Они то вставали, то падали. Сейчас, например, чаще всего падают не полностью уши, а только сверху кончики ушей. И это очень опасно. Дело в том, что хрящики в ушках, которые они мягенькие, еще очень, и еще не сильно крепкие. И поэтому, если кончик постоянно падает, в конце концов, он может сломаться, этот хрящик в ухе. И ухо навсегда останется сломанным. В первую очередь, когда я уже заметила проблемы с ушами у Юми, я начала давать ей кальций в магазине, покупной в таблетках для собак, не для людей, конечно же, купленный в зоомагазине. Его можно давать по дозировке. Я даю Юми обычно 4-5 таблеток. Сыщенку достаточно кальция, то он не будет сам по себе есть эти таблетки. Юми ест эти таблеточки с большим удовольствием и всегда даже просит еще. Это как бы получается искусственный кальций, а также можно давать и натуральный кальций, добавлять к этому. Я, например, даю и то, и другое. Натуральный кальций – это, например, кальцинированный творог для щенков, а также это куриные кости. Кости содержат в себе именно животные, натуральные, настоящие кальции от природы. Но не кости трубчатые давать нужно собаке, конечно же, их лучше не давать нельзя. А давать какие-то шеи куриные, например, спинки куриные, там, где хрящики, но тоже не мясо. Бедная наша Юмичу, когда же у нее уже встанут ушки? Мне так ее жалко. У нее сейчас еще растут зубы, и это усилило осложнение с ушами, потому что не хватает организму, видимо, сил. Вот для этого мы, в принципе, все это делаем, помогаем ее организму справиться. Как я клею ушки Юмичу? Я не использую никаких других способов из интернета, всяких разных. Я использую проверенный свой способ, который мне посоветовали мои самые близкие люди, занимающиеся давно собаками. Это клеить уши вот таким вот бумажным скотчем. Мне кажется, что Юми даже более грустная, чем обычно, когда у нее такие уши. Я беру скотч, он широкий, я беру половину вот этого вот скотча, у меня уже здесь надорвано. Отрываю примерно вот столько вот. Я клейкой стороной наклеиваю его на само ухо. Ну, Юмич, уйди сюда. Я поднимаю ушко, чтобы оно встало, и обворачиваю скотч вокруг уха как бы в такую трубочку. Но не слишком плотно, сейчас вы увидите. А так, чтобы этот скотч просто придерживал ухо. Но заклеиваю так, чтобы мои пальцы могли пройти в эту трубочку, чтобы воздух там был, чтобы уши не прели, и чтобы было пространство. Это очень важный момент. Держится достаточно свободно. То есть, за счет того, что он липкий, он приклеивается. Но при этом он, вот, здесь, по сути, можно просунуть палец насквозь. Конечно же, нашей Юме и любому щенку это будет не нравиться. Он будет пытаться снять эти трубочки, чесать уши. Юме засыпает. И Юме так и делает. Она часто их снимает, потому что они быстро отпадают, отклеиваются. Но нужно это постоянно повторять. Я, например, сейчас сделала это для видео. Вообще, в течение дня я уже не клею ей ушки, а клею только на ночь. Я знаю, ребята, многие из вас пишут, что, ай, не надо ставить уши Юме, ей так идут висячие уши. Но, может, мне тоже даже нравятся висячие уши, но на самом деле это нехорошо для Юме, потому что хотя бы даже это просто не по ее породе. У чихуа уши должны стоять. И вот недавно я узнала такой лайфхак. Это то, что уши нужно подстричь. То есть, шерсть нам кажется, что она очень легкая такая, практически воздушная. Но на самом деле у щенка на голове уши могут быть большие и слишком тяжелые. И шерсть еще больше их утяжеляет. Поэтому сегодня, ребята, мы будем их стричь. Для тех, кто никогда в жизни не стриг собаку, это достаточно опасная процедура. Потому что можно просто-напросто повредить уши, поцарапать собаку, отрезать ей кусок уха, ушки мягкие у щеночка. Так что будьте осторожны, аккуратны, если хотите попробовать это сделать. А если нет, то лучше, конечно же, пойдите к грумеру. Уф, ребята, ну что ж, будем приступать к нашей серьезной и опасной операции. Я начинаю стричь уши Юми специальными ножницами, которыми я стригу собак. По краю уха я буду отрезать потихонечку лишнюю шерсть. Блин, что-то я так нервничаю. Обычно я так не нервничаю. Главное, никак, очень аккуратно не повредить ушки щеночка. Все хорошо, Юми, что, не бойся. По краю и в том числе вот здесь сверху на ушах тоже стрижем эту шерсть. Кажется, что эта шерсть легкая, очень как пушок, но на самом деле она очень сильно утяжеляет уши. Да, почешусь. Бояться стричь шерсть не нужно, потому что, как я говорю, шерсть у нас не зубы. Она отрастет снова. Я Софи часто подстригаю, даже коротко очень. Она просто заново обрастает. Софи очень любит сидеть в каких-нибудь полках. Юмич, ты принесла мне бумажку? Ты бумажку мне свою же принесла, да? Юмич, ну пожалуйста, не поднимай голову, но это же опасно. Я понимаю, что тебе не нравится. Мне тоже не нравится обрезать тебе уши. Вот оно, наше подстриженное ушко. Вот посмотрите, насколько это ухо подстриженное стало меньше. Насколько меньше на нем шерсти, насколько оно стало легче. Я очень надеюсь, ребята, что эта процедура нам поможет. Да, нашей бедненькой, маленькой Юмичу. Ребятки, ставьте лайк этому видео за то, чтобы у Юми все было хорошо со здоровьем. Я продолжу стричь уши Юми. А вы, ребята, не забывайте подписываться на канал и на второй канал моих говорящих собачек, где они ведут свой видеоблог. А также у Юми есть еще и грыжи на животике с щенячьего возраста. И если вы хотите, я обязательно тоже расскажу об этом в видео. И увидимся скоро. Пока!